Начнем выпуск с главной экономической новости этой недели. В Санкт-Петербурге завершил свою работу 19-й международный экономический форум. Из года в год он собирает на одной площадке глав государств, руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, министров, глав региона, чтобы обсудить ключевые вопросы сотрудничества, выработать те механизмы, которые приведут к экономическому росту и стабильности Россию, да и мир в целом. Участие в Петербургском экономическом форуме принял и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. В рамках форума глава региона провел много встреч со своими коллегами, с руководителями крупнейших нефтяных компаний и российских банков. Но главной же точкой роста стало подписание соглашения, согласно которого в шести населенных пунктах округа появится высокоскоростной интернет. Петербургский международный экономический форум по праву считается одной из крупнейших деловых площадок. Здесь, в Ленэкспо, собрались главы государств, руководители российских и зарубежных компаний, министры и главы регионов. Делегацию Ненецкого округа возглавляет губернатор Игорь Кошин. Он уже подписал соглашение с Министерством связи Российской Федерации и компанией Ростелеком. Для нашего региона транспортное сообщение и услуги связи – проблема номер один. Благодаря этому соглашению населенные пункты округа получат качественную и доступную связь. Согласно документу, посредством оптоволокна высокоскоростной интернет появится в шести населенных пунктах округа. Оксе на Лабожском, Тельвиске и Коткином. А в Бугряной и Шойне летать на просторах интернета станет возможным благодаря спутниковой связи. Не менее важно, что цена будет фиксирована и цена не будет высокой. То есть люди получат возможность для дополнительного общения. Не менее важно, вы знаете, мы сегодня активно реализуем на территории нашего округа проект совместно с Сбербанком, проект «Безналичный округ». И качественная связь через оптику позволит реализовывать этот проект еще более быстрее, еще более эффективнее. И связь – это жизнь. Губернатор особенно подчеркнул, что по графику быстрый интернет в шести селах округа, удовлетворяющих требованиям Минкомсвязи, должен был появиться только в 2018 году. Но в результате плотной работы с министерством сроки удалось сдвинуть. Всего же на форуме было подписано 205 соглашений, меморандумов и контрактов. Общая сумма превысила 293 миллиарда рублей. Эти результаты полностью опровергают тезисы об изоляции России, заявил советник президента России Антон Кобяков. Вопреки прогнозам скептиков, внимание к Петербургскому экономическому форуму со стороны зарубежных политических лидеров, глав крупнейших иностранных корпораций не угасло, а наоборот только возросло. Участие в форуме приняли около 7,5 тысяч гостей из более чем 120 стран мира. Интересы бизнеса оказались важнее политических разногласий и давления со стороны Запада. Об этом в своей речи на пленарном заседании сказал глава государства Владимир Путин. Также президент особо подчеркнул, самый напряженный этап в развитии российской экономики пройден. Еще в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло. Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей. Прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. Сегодня наша страна уверенно держит курс на импортозамещение и поддержку малого бизнеса. Как сказал президент, одна из главных задач для экономики страны – формирование массового слоя несырьевых, малых и средних предприятий. Это прямой путь к диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест. Введение так называемых санкций подтолкнуло нашу страну и к тому, чтобы существенно активизировать работу по импортозамещению. И по ряду направлений сделаны серьезные шаги и есть конкретные результаты. Это касается не только промышленности, но и особенно агропромышленного сектора. Производство собственной продукции растет. В рамках встречи Владимира Путина с международными инвесторами с общим объемом активов под управлением 4,3 триллиона долларов было объявлено о создании фонда инвестиций в агропромышленный сектор российской экономики. Мы должны научиться производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых, на глобальных рынках. А в конечном счете задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития. Особый акцент Владимир Путин сделал на необходимость создания условий для благоприятного инвестиционного климата и для сырьевых предприятий. В Ницком округе работа в этом направлении также активно ведется, сказал глава региона Игорь Кошин. И подчеркнул, с территории округа сегодня добывается порядка 14,5 миллионов тонн нефти. Эта цифра в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза. Чтобы она стала реальной, в регион должны прийти очень серьезные инвестиции. Для этого мы просто обязаны инфраструктурные регионы раскрыть. Сегодня мы замкнутый, закрытый регион. У нас нет круглогодичного наземного сообщения, у нас сложности с нашим морским портом. Именно поэтому мы двинулись и сегодня прорабатываем вопрос по строительству глуповодного порта в Индиге. И прорабатываем вопрос по строительству туда железнодорожной ветки с тем, чтобы нам полностью регион раскрыть. Раскрыть регион инфраструктурно сегодня задача номер один для нашей экономики. Но пока этого не произошло, администрация Ниницкого округа предпринимает другие, не менее серьезные шаги для привлечения инвесторов. Мы сегодня боремся за инвестиции, мы боремся за инвесторов, потому что прекрасно даем себе отчет в том, что инвестиции, сделанные сегодня, это конкретная отдача через 3, 4, 5, 6, 7 лет. Это конкретные рабочие места, это конкретные доходы и конкретная бюджетная составляющая и нашего бюджета, и федерального бюджета. Уже сегодня разработан пакет налоговых льгот для недропользователей, которые работают на территории нашего региона. По расчетам экспертов, пониженные ставки могут привлечь серьезные инвестиции. Например, пониженная ставка налога на вновь вводимое имущество – хороший подарок для компаний, у которых в перспективе расширяет свое присутствие в регионе. Мы всегда рады, когда налоги сокращаются, когда налоги меньше, есть возможности для бизнеса больше. У нас создается очень много нового имущества, мы много строим, большая инфраструктура, и на Трапститово, и на, естественно, будет. Я надеюсь, что мы откроем нефть или газ на других участках, там тоже будет имущество, поэтому планы большие. Планы нефтяных компаний на регион большие. Недропользователи готовы осваивать новые территории в поисках природных ресурсов, а значит, вкладывать огромные средства в инфраструктуру для разведки и добычи. И задача власти – помогать им в этом. В новых экономических условиях, отметил глава региона, мы хотим быть и будем конкурентоспособными. Ведь за хорошими инвестициями стоят и хорошие налоговые поступления, от которых зависит социально-экономическое развитие региона, уровень жизни каждого его жителя.